здравствуйте дамы и господа леди и джентльмены сеньоры и сеньориты кто меня кто меня не знает я представлюсь я художник андрос матросов или андрос как угодно матросов и вот я хотел бы объяснить здесь местному населению что произошло и что здесь происходит в этом участке вот скажем балбасово ну всем известно что буквально совсем недавно здесь покушались на жизнь моего сына его чуть не убили он в течение недели находился в тяжелейшем состоянии в больнице лежал с многочисленными травмами ну то есть голова у него была просто квадратная порванный рот зашивали человек лежал хирургии то есть но серьезная вещь избили его местные вот эти ауешники тут фамилии известны рабчинский и второй там по моему сильченко фамилия вот они его избили до сих пор они тут бегают дальше продолжают веселиться что у них тут шабаши эти свои вот я каждый день вижу что они ну несовершеннолетние но никто ими не занимается они в одиннадцати в двенадцати вот тут вот носятся чем они тут с пивасиком ну синько бухают тут со всеми девочки мальчики просто я почему снимаю это видео ко мне подходят на улице родители ну более-менее адекватные и спрашивают у меня что случилось и что происходит я по сути не могу успокоить население здесь я говорю как есть но я не могу сказать что все хорошо все плохо и очень плохо причем милиция здесь не занимается этими вещами участковому не у народ другие какие-то задачи существуют более важные там оформлять тут вал т.п. многочисленные вот эти толпы алкоголиков там тунеядцев до наркоманов как вот тут все это процесс этот идет просто метафизический просто ну некогда решать вопросы с молодежью или по другим каким-то причинам но это еще выяснять нужно но дело в том что я лично вижу что нигде нету какого-то согласия понимания и ну грубо говоря реакции на этот казус это задумайтесь что ребята которые хотели сына моего убить они до сих пор находятся здесь в этой среде с вашими детьми ваши дети с ними выпивают несовершеннолетние некоторым там вообще по 14 по 15 лет девочки и мальчики то есть я не знаю что ну что вы себе думаете почему нету реакции ни у кого почему никто как бы ничего не делает никуда не обращается нету никаких жалоб вот если мы вместе что-то скажем начнем в один голос говорить я думаю это было бы намного веселее и ну как по-другому я один вот я езжу 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 вот это вот женщина которая занимается инспектор по делам несовершеннолетних она вообще в морг меня посылает с какими-то бумагами там туда-сюда то есть нарушает мои права каждый раз то есть она даже общаться грубо говоря не может и не умеет ну с человеком общаться не в виду своей должности занимаемого места да она служит она должна служить нам всем она просто горит все ребята едьте там занимаетесь у нее дело просит посмотреть ознакомиться она говорит нельзя все типа пошел вон отсюда кто ты такой да как у бродского ты кто такой ты да кто ты такой вот это волчье вот это время вот оно наступило волчье время что вот этот вот эти оборотни да в погонах они тут себя кем-то мнят царями какими-то так я не знаю тогда что у нас будут убивать потихоньку они говорят что но что мы можем сделать это дети из неблагополучных семей им ничего мы не можем да сделать то есть штраф мы им не можем дать ну выселяйте тогда их отсюда что там он заслужил он убить хотел моего сына мне что его самому с ним вопросы решать мне что этих брать час хлопцу да и что как в девяностых с ними разговаривать но что тогда получится это что бардак что ли вот этот вот я буду воспроизводить или все мы будем так вот сами решать вопросы мы же платим вот военным чтобы они нас защищали почему они нас не защищают мне что вооружаться нужно и самому что ли вопросы эти решать ну вот вы задумайтесь я это и вы и все мы в том числе все мы это и есть вот некая скульптура неужели мы настолько глупы неужели мы настолько неорганизованы неужели мы настолько все вот это будем смотреть сквозь пальцы что нужно чтобы было сколько трупов вот одного убили молодого да сейчас вот моего чуть не убили участковый честно я не знаю что он делает вообще тут кому он служит вот кому вы задаетесь вопрос кому где его бог где его суверен до странно поэтому мне кажется нужно быстро реагировать причем как можно быстрее потому что ваши дети каждый день на улице каждый вечер с ними каждую минуту на улице что-то может случиться до тех пор пока вот эти вот динозавры на свободе пока они тут вот ходят пока они здесь рыщут да вот они моего сына напоили избили и это благо что я туда прибежал в то время когда его уже хотели там что они там хотели это будет следствие еще я надеюсь выяснять потому что тут что-то со следствием как-то вообще там нет ни туда и не сюда и все сидят и все там хотят знаете как участковый мне говорит андрей может мы не будем выносить ссор из избы по любому поводу ссор из избы то есть что тут за изба такая у них какой ссор какой ссор таким что трупы нужно выносить отсюда тогда будет понятнее в женщин можно стрелять да вот здесь получается с каких-то ружей стрелять можно у женщины в легком дыра вот она в магазине работает конечно дай бог чтобы это никак не не сказалось дальше на здоровье но как это так стрелять как это так молодежи раскрывать черепа битами почему мы сидим что мы ждем наши что дети предназначены для вот этого вот конвейера да кому это жертвы приносятся какому богу какому дьяволу кому почему тут что война что ли мне вооружаться что нам вооружаться ну возникает вопрос почему нас не защищают нас обязаны защитить нас обязаны защищать по другому и быть не должно мы живем в правовом государстве если я все правильно понимаю это правовое поле здесь должны вопросы решаться цивилизованно